Субтитры делал DimaTorzok Конечно, есть местные различия. В одних районах он преимущественно одноэтажный дом, сельский дом я имею в виду. Я не говорю о городском доме. Городские дома имеют свою специфику. Кавказские города строятся с использованием орнаментальных и композиционных традиций старой национальной архитектуры. Они являются ареной архитектурных экспериментов многих талантливых и оригинально мыслящих современных зодчих. Но это особый вопрос. И, пожалуй, нельзя сказать, что можно найти какой-то город с типичным кавказским лицом. Вот город с типичным, скажем, южно-итальянским лицом, или там где-нибудь на Мальте с типичным мальтийским лицом, найти можно. Можно найти южно-русский город. И очень много общего имеют между собой Одесса, Ростов. До землетрясения русская часть Ташкента. Владивосток, старая, застроенная русскими, часть Харбина. Несмотря на большой разнос, эти города южно-русской колонизации, они имеют много общих черт между собой. На Кавказе нельзя сказать, что вот такими-такими чертами обладает типичный кавказский город. Если Краснодар, Владикавказ имеют какие-то черты этого южно-русского архитектурного облика, то уже Батум, Сухум, Тбилиси, ну и тем более такой совершенно заново построенный, перестроенный город, как Ереван, несколько раз перестраивавшийся Баку, они обладают чертами своей местной индивидуальности. В них вписаны старинные памятники, в каждом месте свои разные старинные памятники. Но, говоря о сельском Кавказе современном, можно сказать, что это до сего. С достаточно прямыми, аспортированными, хорошо приспособленными для проезда автотранспорта улицами. При домах имеются гаражи, которые явно видны, потому что приспособлены для заезда прямо с улицы. Иногда под гаражи приспособлены какие-то старые постройки, иногда они построены заново. Но дом, это дом относительно недавней постройки, самые ранние годов 50-х, 60-х, но чаще и более поздних, и даже совсем недавней постройки. Это большие дома преимущественно квадратного плана, 10 на 10 метров, иногда даже 12 на 12. То есть дом большой. Или одноэтажный, но с достаточно высокими живыми помещениями, или двухэтажный. Тогда на нижнем этаже преимущественно какие-то хозяйственные и служебные помещения, а живые, хорошо отделанные, иногда украшенные росписью, или какими-то красивыми обоями с пейзажным рисунком, или с орнаментальным рисунком. Так что интерьеры комнат выглядят нарядно. В них имеется городская мебель. Что касается удобства, то иногда имеются удобства в доме, иногда они вынесены во дворы, довольно неказистые, но этому уделяется не слишком много внимания. Зато много внимания уделяется тому, чтобы в доме было или на веранде, или в гостиной достаточно большое помещение, где можно было бы расставить столы и принять достаточно большое, несколько десятков, как минимум, гостей. Ну, когда гостей уже не десятки, а сотни человек, как, скажем, на свадебных мероприятиях, или иногда на поминках особо пожилых и почтенных людей, собирается очень много народа, тогда угощение делается или в шатре, или, если валяет погода, просто во дворе под открытым небом. Но все равно всегда в доме должно быть помещение, где довольно большое количество гостей можно принять. Часто бывает так, что старый дом сохраняется, и семья, особенно если это не очень большая семья, она живет преимущественно в старом доме. Новый дом, он выполняет те функции, которые выполнялась в старом кавказском доме Кунацкая, то есть богато убранное помещение, которое служит только для того, чтобы там ночевали и проводили время гости. Вот в Карачае мне очень часто доводилось встречать такую ситуацию, не только в Карачае, а в других районах Горного Кавказа, когда семья в основном живет в старом доме, превращенном как бы в большую живую кухню. Но бабушка или старшая невестка хозяйничает там, там же толкутся дети и подростки, если они не приспособлены к делу, там же вся семья и ночует. А большой дом с коврами, с шикарными обоями, с сервантом, в котором стоит хрусталь и фарфоровая посуда, обставленный современным мебельным достаточно дорогим гарнитуром. Пустует, заполняется только тогда, когда появляются гости, в особенности, когда приезжают гости или несколько гостей, которые останутся ночевать или проживут здесь несколько дней, тогда хозяин уже перемещается поближе к гостям, чтобы их принимать, развлекать, обеспечивать их комфортное пребывание. Ну, бывает, конечно, все-таки в большинстве случаев люди просто перебираются в новый дом, а старый дом либо сносит, либо превращает его в подсобное помещение. Там часть его идет под гараж, часть под кухню, под какое-то другое хозяйственное помещение. В старину на усадьбе, конечно, имелся хлев, но сейчас не так уж много сельских жителей, которые охотно обременялись себя заботами со скотом. Так что у многих, во многих хозяйствах, где когда-то скот имелся, сейчас скота нет, а скотоводством занимается лишь несколько хозяйств на все село, где этот скот сконцентрирован, ну и там есть, соответственно, скотоводческие помещения и приспособления. В разных частях по-разному, потому что, скажем, в Дагестане жители предпочитают сохранить колхоз и колхозное хозяйство. Для этого у них есть свои причины. Во-первых, малоземелья, если они земли разделят, то очень мало на каждого придется. Во-вторых, религиозное управление как-то вписалось в рамки колхозного строя. Сейчас колхоз и джаматная община, то есть община мусульман, верующих, сосредоточенных вокруг сельской мечети, она состоит из тех же людей, которые были в колхозе, и колхоз продолжает существовать как какое-то и духовное, и политическое, и экономическое объединение от насильчан. Но это не везде так. В других местах колхозы расформированы, и люди ведут единоречное хозяйство. А здесь просто большое разнообразие. Но, невзирая на это, общая структура дома одна и та же. Дом квадратный в плане, с мощными стенами, чтобы противостоять землестрясениями, ударом стихий. Пирамидальной, или двускатной, но чаще пирамидальной, или такой полувальмовой крышей, с двумя скатами и торцовыми еще подрезными перекрытиями. Крыт в основном шифером, или современным гофрированным материалом, который хорошо вожится, хорошо прибит к стропивам, прикреплен. Раньше-то кровлей в основном суживо черепится. Вот так выглядят современные кавказские села. Более или менее однотипно у разных народов и в разных местах. В горах, конечно, они иногда вынуждены приспосабливаться к рельефу. Не везде есть плоский участок. Но все равно, это уже новые села, даже в Дагестане. Это не те соты или скопища ласточкиных гнезд, прикрепленные к почти отвесной скале, как это зачастую бывало раньше. Вот такой типичный кавказский дом, обладающий широкой лестницей для подъема на второй этаж, застекленной верандой, по крайней мере, с одной стороны дома, а иногда даже и с двух сторон. Ну и другими общими чертами такого уже по характеру своему полугородского жилища. Ну, жилища просторного, обширного и достаточно комфортабельного. Совсем иными были традиционные дома, которые сохранялись более или менее, ну, до 50-х годов, до послевоенного времени. Даже колхозные реформы не очень изменили характер этих жилищ. После войны, с 50-х, в особенности с 60-х годов, когда все-таки уровень жизни села и в рамках колхозного строя на Кавказе довольно существенно повысился, надо сказать, что этот уровень жизни в советское время был выше, чем сейчас. По очень простой причине. Все районы Кавказа имели преимущество приближающегося к субтропическому, во всяком случае, умеренно теплого климата. И поскольку СССР не был вписан в систему мировой торговли, так, как, скажем, другие государства Европы, то кавказское сельское хозяйство, в том числе и частное, приусадебное, единоличное хозяйство, не только колхозное, могло пользоваться этими преимуществами. Огромный российский рынок позволял хороший, выгодный сбыт и чая, и цитрусовых, и вообще фруктов, которые растут и возделываются на Кавказе практически повсеместно, кроме высокогорий. И винограда, и вина, всяческих овощей, в особенности ранних овощей, когда еще центральная Россия, или, скажем, там район по Волжье, при Урале, еще покрыт снегом. С Кавказа уже привозились ранние овощи и с большой выгодой распродавались. Практически во все сезоны года Кавказ являлся поставщиком цветов. Это сейчас в Москве на каждом углу продают роскошные розы, тюльпаны, лилии в любое время года привезенные откуда-то из Голландии или еще из каких-нибудь европейских цветовоческих стран, где очень высокая культура и выращивание цветов, и их транспортировка, и их сохранение. Цветы сейчас стали таким массовым товаром. Они были важным товаром и в советское время, но в советское время они стоили дороже, в советское время их было меньше, и в советское время, кроме лета, во все остальные сезоны цветы, которые можно было купить, это были цветы с Кавказа. Я должен вам сказать, что цветы очень нужны товар, потому что без фруктов как-то можно обойтись. Можно, не обязательно ананас, можно погрызть яблочко. Нету яблочка, можно погрызть репку или редиску. Маяковский еще писал в период крайней разрухи, не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик. Ну, Маяковский мог позволить себе прийти к девушке с двумя морковками, она его, наверное, и без морковок приняла бы. Но все-таки девушке хочется прийти с букетом цветов. И вообще всегда для разных ритуальных поводов, ну, провожаешь последний путь какого-нибудь старого друга, без пары гвоздик прощаться с ним не придешь. Так что цветы столь же нужны, как хлеб. Нужны всегда, нужны всем. И этот огромный рынок для цветов удовлетворялся в основном за счет Кавказа. Это могло быть мимоза, довольно убогий цветок, но тем не менее, когда нет других, и мимоза тоже цветок. Подснежники, цикламены, фиалки, по сезону другие цветы, но это были цветы из Кавказа. Поэтому за счет фруктов, вина, чая, цитрусовых, овощей, цветов и тому подобных вещей, которые позволяют получать кавказский климат в такие сезоны, которые в других областях СССР быть не могло. Кавказский крестьянин жил достаточно зажиточно. Но мы говорим сейчас не о тех хороших, новых домах, которые благодаря этим большим доходам могли в 60-е, 70-е годы построить грузинские, армянские, азербайджанские, кабардинские и даже дагестанские крестьяне. Нет, о тех домах, которые строились преимущественно в конце 19-го века, в начале 20-го века, ну, может быть, даже в 1-й, 3-й 20-го века все-таки еще строились традиционного типа дома. Многообразие форм жилища на Кавказе определяется большим количеством факторов, которые в современном урбанизированном, механизированном обществе уже не столь существенны, а в доиндустриальном обществе очень существенны. Это различия форм, рельефа, микроклимата, скажем, сухости или влажности данной местности, теплым или холодным климатом, наличием тех или иных строительных материалов. Где-то в изобилии дерева, причем хорошее дерево, строевое, где-то совсем дерева мало, но есть хороший камень, а где-то нет и камня, и дома приходится выкапывать из земли или делать глинобитные, или земляные стены насыпать и утрамбовывать и так далее. Так что вряд ли можно говорить в отличие от современности о каком-либо общем типе жилища на Кавказе в прошлом. Кроме того, в исторической эпохе оно очень сильно изменялось. Ну, я не буду говорить о неолите, когда, скажем, строили глиняные жилища, конусообразные, маленькие, круговые, высокие, со сводом. Такое тоже было. Не очень удобно в них было жить, поэтому в скорости все-таки такой круглый план уступил место эллиптическому, потом прямоугольному. И большинство жилищ на Кавказе имеют прямоугольный план. Иногда квадратный, иногда удлиненно прямоугольный, иногда очень удлиненный. По-всякому бывает. Но жилища овального плана сохраняются. в качестве переносных или временных. Есть такое тюркше слово алачек, алачух. В русском языке от него произошло слово вачуга. Это действительно вачуга, то есть это шаваш. Правда иногда крытый войлоками, кожами, коврами. Довольно хорошим материалом. Переплетенные ветви, переплетенные прутья это такой прообраз юрты. Но юрта переносное жилище, ее можно за несколько минут буквально собрать, погрузить на вьюки или на арбу, привезти и тоже за полчаса не больше поставить заново. Алачух более примитивное жилище, но его используют курды, азербайджанцы. В прошлом и армяне использовали на литовках, на яйлах, когда скот при отгонном методе скотоводства зимой находится в поселениях на стоевом содержании или на малоснежных покрытых сухой мерзлой травой в зимних пастбищах, а летом, когда сходят альпийские снега, когда расцветают альпийские луга, весь скот и значительная часть населения вместе с ним уходит из постоянных зимних поселений наверх туда, где замечательные цветы и травы расцветают и скот нагуливает жир и дает большое количество молока, которое тут же на месте перерабатывается в разнообразные молочные продукты. Такое отгонное скотоводство практикуется и сейчас во многих местах Кавказа. Раньше оно почти что повсеместным, за исключением равнин, долин крупных рек, откуда все-таки было далеко отгонять скот в горы и где земля вся была настолько интенсивно распахана, что для зимних пастбищ места не оставалось. Но таких мест, где вообще не было бы отгонного скотоводства, было очень мало. Ну, вот это пример того, что древняя планировка жилища такого круглого овального типа в какой-то степени сохраняется на Кавказе, хотя на большинстве яйла, на большинстве кошей высокогорных на Альпийских лугах строят какие-то временные постройки, иногда чаще всего это бывают землянки кое-как перекрытые, но на летнее время таких примитивных жилищ достаточно. Довольно существенное различие между жилищами квадратного плана и удлиненно прямоугольного плана. Скажем, в Западной Грузии, в Мегрерии, в Абхазии, в Гурии, где климат влажный, где леса вполне достаточно, строятся деревянные жилища, немножко, ну, на метр-полтора иногда, даже на два метра приподнятые на сваях над землей, пространство под сваями тоже используется, туда можно поместить курятник, загнать туда козочек или овечек, или корову поместить на ночь, в летнее время, когда она не пасется, а люди живут в доме одноярусном, но приподнятом над землей, потому что влажность очень большая, и дерево будет гнить, да и самим жить неприятно, близко к земле, к грунту, который постоянно влажный. Такое жилище квадратное в плане, оно имеет спереди крыльцо, лестницу, веранду, дальше идет бревенчатое, срубное живое помещение, которое окнами и дверью открывается только на веранду, остальные три стены, как правило, окон не имеют, и крыша перимедальная, она может быть соломенной, камышовой, сейчас это редко, она может быть деревянной, тесовой, но дерево тоже довольно быстро гниет, по возможности сделали из черепицы. Вот такую пирамидальную крышу, четырехскатную, покрывали красной полукругой в сечении черепицы. У черкесов, у адыгов дом строился менее капитальный, втыкали колья, иногда по кругу, иногда по квадратному периметру, переплетали их прутьями орешника и обмазывали глиной. Вот такая туручная постройка, обмазанная глиной, она была характерна для адыгских, черкесских, кабардинских поселений, тем более, занимались они в прошлом больше всего коневодством, земледелие имело подсобное значение, поэтому поселения часто переносились с места на место. Такое поселение перенести легко туручный дом, плетеный, его можно построить, разрушить его не жалко, он в конце концов через несколько лет сам на себе приходит в негодность. Такого рода жилища были характерны для северо-западного Кавказа, более-менее равнинного предгорного. Они не имели вокруг себя оборонительных стен. Адыгские дворяне и князья на всем Кавказе были эталоном этикетности, гавантности, храбрости, в то же время образцом гонора и кичливости. И им приписывалась такая поговорка «Кто трус, пускай прячется за каменные стены, башни, крепости и укрепления». Мы, адыги, не боимся пускай у нас плетеные и обмазанные глиной стены, которые пальцем можно проткнуть. Раньше, чем подойдешь и проткнешь, мы выйдем сами врагу навстречу и врага в бегство обратим. Наши стены это наша храбрость, наша воинская доблесть. Но это не значит, что адыгские поселения были беззащитными. Но были и большие лесные массивы. Вот в глубине этих лесных массивов прятались адыгские небольшие деревни, которые вырубали лес вокруг себя, устраивали засеки из поваренных мощных словов деревьев переплетенных ветвей, через которые были только несколько проходов, известных только самим жителям этих деревень. Так что приближающийся неприятель, прежде чем преодолевал эту полосу засек по этим извилистым тропам между вековых деревьев, подвергался опасности десять раз быть атакованным и уничтоженным, прежде чем мог добраться до сева. У мегревов, у абхазов, вообще у сападных грузин есть такой же тип жилища, наряду с тем свайным, сделанным из сосновых бревен, жилищем квадратного плана с пирамидальной крышей, которую я описал, для молодоженов и для таких временных служебных целей строится домик, который по грузински называется пацха, апацха по-абхазски, это вот тоже такое кругое преимущество жилища с конической покрытой камышом кровлей, плетеными стенами, стенами сделанными из плетня, даже не обязательно обмазанными глиной, могут просто быть стены из переплетенных прутьев, карачаевцы и балкарцы, они живут к северу от абхазов и сванов, на северных склонах Кавказского хребта, но через многочисленные перевалы общаются и с абхазами, и со сванами, западными грузинами, это в общем один народ с одним языком, карачаево-балкарским, тюркским языком, с очень близким образом жизни, но их поселения резко различаются, дело в том, что ущелья Балкарии лишены леса, может быть, там когда-то и рос лес, но давным-давно его свели, так что там камень, и балкарцы славятся на всем северном Кавказе как хорошие каменщики, как мастера, которые возводят отличные каменные дома и даже каменные башни. А карачаевцы, у них сохранились прекрасные сосновые леса на склонах гор в Верховьях Кубани, и они преимущественно строят из дерева. Поэтому балкарские дома это каменные дома с плоскими крышами, прилепленные к склонам гор. Карачаевские дома, они все-таки стоят на более или менее ровном месте по течению рек. Долина может быть не очень широкой, но у самого берега, Кубани и ее притоков там есть место, чтобы поставить более-менее на горизонтальной плоскости дома. Эти дома срублены из гигантских стволов вековых сосен. Иногда концы этих бревен выдаются далеко за красную линию, за контур дома, торчат и вправо, и влево, и вперед, и назад. Но их постепенно обпиливают. Ну просто это лишнее дерево, его не сразу обпиливают. Ну пускай торчит, оно никому не мешает. Со временем его просто обпилят и используют на дрова. Но когда этот дом недавно построен, то торчащие концы деревьев со всех сторон заметны. И мощное перекрытие. Коньковая балка, стропива, и на них опираются даже не тесовые, а относительно тонкие, ну вот такого стволы молодых елей и сосен, которые плотно укладываются, потом присыпаются землей, на этой земле может вырасти травка. В общем, дерево много, дерево не жалеют, и все в доме построено из дерева. Карачаевцы и балкарцы сейчас не кочевники. Когда-то тюркоязычные предки были кочевниками, но они смешались с саванами, смешались с местными и скони, живущими в этих горах кавказскими горцами, наверное, родственными черкесам и абхазам. Таким образом, в их мифологии, в их духовной культуре очень много наследия и чисто горского, и ованского, и тюрко-монгольского наследия. Центральный столб, мощный центральный столб, который поддерживает коньковую балку, называется термином Балама, но этим же термином у монголов называется достаточно тоненький шест, который ставится в центре юрты и поддерживает вот это надочажное кольцо. Балкарцы строили каменные укрепления не только для себя, но и для своих соседей, они зарабатывали как каменщики. Тарачаевцы строили такие избы, срубные дома из мощных толстенных вот таких здоровых бревен, но богатые семьи кроме кроме того строили и большие деревянные крепости. Они назывались Арбаз или у соседей это слово произнеслось как Дарбаз, а Дарбаз это слово иранского происхождения, означающее зал, дворец. Это были огромные помещения, построенные из мощнейших бревен, высотой метра два с лишним. Высота эта рассчитывалась так, чтобы всадник со седла не мог бы вскочить на плоскую крышу. Укрепление в виде неправильного многоугольника состояло из целого ряда под углом друг к другу стоящих бревенчатых стен. Особых окошек наружу не было, стены были глухие, были одни ворота въезд во внутренний двор, частично тоже перекрытый крышей, и уже из внутреннего двора можно было пройти в несколько помещений, которые составляли такой вот арбас, такой укрепленный большой многоугольный дом с внутренним двором посередине. В этот двор могла въехать арба, мог проехать всадник под воротами, но ворота были мощные и крепко запирались. Конечно, можно было поджечь, но хорошо, одиноко стоящий покинутый жителями арбас можно поджечь, но кто позволит поджечь, если в этом доме живет человек 40-50 и из них 20 это хорошо вооруженных ловких и сильных мужчин. Будешь возиться поджигать в одном месте, тебя тут же с другого угла и пристрелят. Поэтому какое укрепление выдерживало длительную осаду. Как и всякое укрепление отдельно стоящее, наиболее уязвимую пятую имеет в отношении водоснабжения. Еды можно запасти много, хоть на год, а вот воды запасти много нельзя. Вода должна как-то поступать. если она поступает по открытому орыку, то этот орык можно перекопать, расквирнить, загадить. Поэтому укрепленные поселения, укрепленные такие крепости, замки, башни Арбазы, они имели обычно что-то вроде водопровода. Трубы или живоба, вкопанные в землю, перекрытые, так, чтобы снаружи они не были видны. А водозапор был где-нибудь в сотне метров подальше у какого-нибудь ручья и он не был заметен постороннему глазу. Что делали осаждающие? Они брали осла, не давали ему пить в течение нескольких дней, а потом проводили осла между осаждаемым укреплением и речкой, ручьем. Когда осел проходил над скрытым в земле водопроводом, он останавливался, дальше не шел, начинал орать, бить копытами, и осаждавшие убеждались, что именно здесь проходит вода, и здесь находится тот водопровод, который можно разрушить. В городах Южного Кавказа, в Тбилиси, пожалуй, уже нет, в Ереване где-нибудь на задворках новостроек еще можно найти сохранившиеся старые дома со стенами из сортового кирпича или даже из камня, но с плоскими крышами. Но на этих плоских крышах уже нет катков, чтобы их укатывать после дождя, потому что над этими плоскими крышами на маленьких столбиках возведены просто шиферные перекрытия. Они могут быть односкатными, слегка пологими, но этих шиферных перекрытий достаточно, чтобы уже плоская земляная крыша дома не размакала. Они принимают на себя удар в дождя, и вода с них куда-то в сторону скатывается. А так, ну, если представить себе, что эти столбики снять, и этого шиферного перекрытия нет, то тогда мы увидим тот же самый старый дом с плоской крышей, который хорошо работает в условиях и ливанского, и бакинского климата, требует постоянного ухода. В других местах изначально строились дома с наклонным перекрытием, которое перекрывалось черепичной кровлей. Большинство домов в моей родной Кахетии, именно, да и в картолине, именно такого типа, это дома каменные, одноэтажные или двухэтажные. У них открытая передняя сторона, стена с дверными и оконными проемами, которые выходят на веранду. Веранда первого этажа перекрыта полом второго этажа и на нее две-три ступеньки, нужно подняться со двора. На веранду второго этажа ведет деревянная лестница. Боковые стены и задняя стена сплошные, они сделаны из камня, рваного камня или волнов, круглых таких, окатанных волнов, примещенных из русла реки, каждый год выносят во время паводка множество хорошо окатанного каменного материала. Так что его можно подобрать, сложить, скрепить известью, цементом или даже если это одноэтажное здание, достаточно просто глиняным раствором скрепить и получить такую сплошную стену, ну а передняя стена выходящая на веранду она может быть более аккуратной кирпичной но там не так уж много кирпича потому что в ней и дверные и оконные проемы которые выходят прямо на эту веранду и крыша может быть двускатной крыша может быть односкатной но это стропила на которой уложены черепицы один ряд вот так вот другой ряд так третий ряд опять так четвертый ряд так так что эти полукруговые черепицы образуют каждый четный ряд черепиц образует желт по которому вода скатывается прочь от стен дома в некоторых местах Армении сооружают так называемый габов тун это каменный дом сводчатый он целиком каменный он как тоннель то есть строится как бы полутруба вот такого полукругого сечения длинная вот такая труба длинный такой тоннель и просто уложенный камень образует полукруглый свод здесь дерево не нужно плоской крыши не нужно крыша получается полукруглая весь дом получается такой полукруглый но такой дом не может быть очень широким он опять-таки длинный может быть но не широкий поэтому хотя в некоторых местах традиционные и строили такие дома но они не очень комфортабельны потому что перекрытие такое полукруглое будет и недостаточно высокое только в центре оно будет существенно выше человеческого роста по краям оно значит понижается и не очень широкий будет такой дом достаточно тесный 70-е 80-е годы мы находили еще такие дома правда они уже не были обитаемые хозяева сохраняли их как хозяйственные постройки как кухню как кодовую и так далее а рядом строили уже современный квадратный в плане двухэтажный нормальный из туфовых блоков или из каких-то пенобетонных блоков современный дом в заключение я скажу об одном типе о котором существует большая очень литература это типично для Южного Кавказа более или менее долинных областей Южного Кавказа полностью равнинных но умеренных холмистых надо думать что и старый Тбилиси в 18 веке до его разрушения и города которые формировались в Армении вокруг урарских крепостей и многие другие большие населенные пункты первоначально они состояли из домов такого типа это то что по-армянски называется галхатун то есть дом с головой с венцом если четырехугольная структура потолка то это просто галхатун но иногда она бывает стремится к кругу где отдельные плахи вот так друг на друга налегают под тупым углом и тогда такой дом называется Азарашенг то есть тысячник поскольку этих плах ну тысячи не тысячи но больше нескольких десятков конечно одна на другую налегают образуя такой венец в Азербайджане структура его несколько проще но в принципе такая же он называется Арадам или черный дом в Грузии он называется Дарбази или Дарбази Анисахли то есть дом с залом или просто с зал сейчас уже очень мало где можно найти в основном в Южной Грузии в районе Ахалци Ахалкаваки но когда-то думаю что вся Картли была застроена преимущественно такими домами что это такое обычно он делается на склоне но на пологом склоне холма вы врезаетесь в холм срезаете землю которая перед вами так чтобы был плоский пол уровень входных дверей это уровень земли вот где вы стали и первый раз стукнули лопатой вот этот уровень будет уровнем дверей но дальше больше и в конце концов вы врезаетесь в холм так что стенки эти обрезанные земляные становятся все выше и выше и задняя стена противоположная входу срез получается ну примерно 3 метра высоты эти стены как-то укрепляются но если каменистый грунт то особенно укреплять не надо он держится хорошо столбы ставите вдоль этих стен в середине такого дома как правило делается тонир или тандир то есть вкопанный в землю круглый очаг он служит и для хлебопечения и для приготовления пищи зимними ночами на него ставят столик можно назвать иранским словом керси и на него кладут большое одеяво и члены семьи ложатся вокруг очага под это одеяво ногами к очагу ногова у них в холоде ну ничего можно в крайнем случае чапчик какой-нибудь надеть колпачок а зато ноги и тело в тепле потому что от очага продолжает идти это тепло так вот ногами к очагу головой к стенам укладывается спать все семейство над этим очагом ставятся в разных случаях по-разному иногда ну это в старинных грузинских домах один но огромный столб вырубленный из многовекового какого-нибудь бука или дуба деда бодзи то есть матица мать столб с расширенной капителью этот столб прямоугольный в сечении он расширяется кверху она иногда оформляется как ионическая капитель спиралями которые имитируют бараньи рога вообще бараньи орнамент в памятниках священных и в домах такого рода в амбарах в прочих сооружениях довольно распространен но нормально не такие огромные просто нормальные величины столбы на расстоянии там полутора двух больше метров друг от друга по углам по сторонам этого врытого очага ставятся на них наводится квадратная рама тоже из хороших бревен от этой квадратной рамы идут стропила во все стороны которые упираются в более короткие не такие высокие столбики которые стоят по стенам дома вот так вот эта большая квадратная рама потом на нее кладется уже повернутая под углом 45 градусов другая квадратная рама на нее еще одна квадратная рама и еще одна поменьше я думаю если вы возьмете коробку спичек высыпите спички и будете выкладывать такие квадратики вы довольно легко выложите из спичек такое сооружение и в конце концов остается яртык остается дымовое отверстие наверху которое уже не 2 на 2 метра а небольшое вот такого примерно размера из него выходит дым подымающийся из очага то есть такое пирамидальное или коническое покрытие сооружается в центре над очагом а от этого покрытия стропива во все четыре стороны расходится и на них уже кладутся жерди прутья и насыпается земляная крыша как это и было в доме с плоской крышей но все таки шаг гораздо больше получается как минимум вдвое больше или втрое и есть возможность использовать более мощные стропива на них положить более мощное перекрытие которое выдерживало бы большой слой насыпанной сверху земли уже не нуждающиеся в утрамбовании в ремонте тем более что эта земля не плоская снаружи а имеет вид такого невысокого конического холма и дождевая вода поскольку земля это зарастает травой дождевая вода с нее скатывается земля это не так размокает поэтому влага сквозь такую толстую кровлю уже в жилище не проникает передний фасад выкладывается в общем как фасад дома ну два два с половиной метра высотой иногда может быть и меньше каменный стена окон в таком доме бывает мало или вовсе не бывает в нем полутемно освещение через проникающие лучи солнца которые проходят через гертик или через открытую дверь через маленькие окошечки может быть ну а так лучиной каким-нибудь другим горящим огнем когда тныр топится то он сам по себе некоторый свет конечно тоже дает помещение это в общем полутемное вот это Галхатум он же городам он же Дарбазьяни и Захри по-грузински если мы смотрим подходим к холму на котором построено поселение то мы видим перед собой каменные фасады домов и над ними возвышающиеся земляные поросшие травой кровли двери в рост человека чуть меньше надо нагнуться когда входишь в такой дом а может и достаточно высоко чтобы не нагибаться но если мы смотрим на это поселение сбоку или сзади то мы не видим фасадов и перед нами просто склон холма покрытый вот такими небольшими травянистыми невысокими холмиками но дырки в этих холмиках даже может быть не сразу и заметим растущая трава их маскирует но если в доме топится очаг то мы видим что из верхушки каждого холмика поднимается струйка дыма вот такого рода жилища были в прошлом характерны для долинных районов Южного Кавказа для слабо холмистых районов Южного Кавказа выше в горы они уже как правило не сооружались потому что там более крутые склоны уже для такого типа жилища неудобные но в предгорных и холмистых низкогорных районах такие жилища сооружались ну последние из них которые нам удалось зафиксировать в Армении ну по-моему сооружались где-то еще в 30-е годы 20-го века после войны их уже не строили сейчас они есть в некоторых хозяйствах они представляют собой большую историческую ценность но в хозяйствах этих они используются как кладовые вспомогательные подсобные кухни ну и для всякого рода подсобных надностей исполнение некоторых мелких домашних работ там плетение обработки шерсти ну уже по-моему почти нигде не используются как живые помещения да и выпечка хлеба сейчас происходит не в тех тоннирах или тандурах которые расположены в таких домах а где-нибудь под навесом рядом с задней стеной уже нового современного большого дома там устанавливается загородка устраивается загородка навес тандыр в котором домохозяйки собираются по очереди или коллективом пекут хлеб лаваш раньше этот лаваш пекли в тандыре который находился вот в таком глухотоне в таком городаме когда читаешь о Кавказе очень часто наталкиваешься на слово сакля оно происходит от грузинского слова сахли что означает дом вообще но под саклей в русской литературе чаще всего понималось жилищем близкое к вот картолинскому и кахетинскому уже вторичному после Дарбази после Галхатуна типу жилища то есть это как правило жилище частично врезанное склон во всяком случае первым своим этажом каркасное построенное на деревянных столбах потому что перекрытие следующего этажа опираются на эти столбы нижний этаж выходит на небольшую веранду и собственно говоря только с этой стороны дом открыт а наверху дом может иметь веранду второго яруса а может ее не иметь могут туда по лестницам или по бревнам за рубками идти какие-то переходы но там одна или несколько комнат помещений в общем открытых в одну преимущественно в южную сторону тогда как боковые стены более-менее глухие а задней стены может быть а может и не быть потому что задняя стена может быть заменена срезом холма в который такой дом врезан вот в Осетии в Восточной Грузии в Верхней Кабарде частично в Балкарии в Ингушетии то есть в центральной части Северного Кавказа и в центральной и восточной части Южного Кавказа вот распространены такие дома которые чаще всего и определялись как сатли но это не термин если пацха гухатун храдам габовтун и другие слова это терминологические слова за ними стоит какой-то четко определенный тип храдам дома то за словом сатли стоит просто небогатая крестьянская предгорная или горная довольно легко сооруженная не очень фундаментальная кавказская жизнь вот основные формы кавказского традиционного жилища которые все сейчас в общем уходят в прошлое или не сохранились совсем или сохранились преимущественно как подсобные помещения как кухни или квадовые тогда как функции собственно жилого помещения а также гостевого праздничного помещения перешли к современным домам преимущественно квадратного плана и пирамидальной шиферной проблем кавказское жилище конечно имеет внутреннее членение и там в общем выделяется мужская и женская половины но четкость этого выделения она различна у разных народов у народов с сильными пережитками язычества это половое или гендерное как хотите называйте разделение минимально в больших семьях половые отношения не являлись во многих местах строго ограниченными супружескими парами но это в местах где идеология преобладала языческая или слегка прикрытая христианством ну и может быть отчасти исламом чем глубже проникает в народный быт вот такая новая монотеистическая религия в особенности ислам тем строже разделение полов тем больше внимания уделяется соблюдению целомудрия девушками и супружеской верности невестками женами и соответственно там разделение на мужскую и женскую половину приобретает все более и более четкое значение так что в северокавказском доме в адыгском доме но еще более скажем в чеченском доме или в дагестанском доме да там может быть деление очень четкое на мужскую половину женскую половину и кунацкую то есть отдельное помещение или пристройка к дому или отдельное строение во дворе которое специально предназначено для приема гостей гость конечно не должен заходить на женскую половину это грубое нарушение этикета но и на мужскую половину ему особенно заходить нечего если ему что-то надо он мальчишке скажет пойди скажи папе что вот хотелось бы меня того-то и того-то папе сейчас прибежит и дорогой друг да конечно обязательно мы это все организуем а так что он приезжает ходит во двор привязывает лошадь заходит в кунацкую даже если никого еще не увидел он зашел в кунацкую и через минуту две максимум через полчаса кто-то увидит что чужая лошадь привязана во дворе сразу хозяин прибежит в кунацкую а здрасте здрасте дорогой мой человек как я рад что вы пришли а кто вы такой вообще будете откуда и сколько рек вы переехали прежде чем до моего дома добрались вот это очень важно потому что чем больше рек переехал путник от своего первого ночлега или от своего дома где он начал свое путешествие пока он добрался в этот аул тем выше ему воздается подчет то есть дальний гость всегда почетнее ближнего но это там где действительно разделение на женскую мужскую и кунацкую часть четко проводится на Кавказе существует обычай избегания во избежание ситуации подобных русскому снахачеству невестка вообще лицом к лицу со свекром сталкиваться сталкиваться не должна поэтому в доме делается несколько входов один вход на женскую половину через который проходят невестки и другой вход на мужскую половину через которую проходят мужчины ну даже если свекровь сказала свари суп принеси мужики собрались подай она приходит но она приходит с закрытым лицом бочком бочком приносит эту кастрюлю ставит и тихонько тихонько уходит она не поднимает глаза не смотрит на свекра а свекра делает вид что что-то с интересом рассматривает на потолке в этот момент и понятия не имеет о том что невестка вошла с кастрюлей суп и так может продолжаться годами но как правило после рождения ребенка а в особенности второго ребенка это быстро происходит через два года уже и второй ребенок там где-то ползает свекра дарит какой-то маленький подарочек знаешь что дорогая мы два года изображали как будто друг друга не видим знаешь давай это кончать нормально ты можешь ко мне обращаться по каким-то вопросам я на тебя могу смотреть и к тебе обращаться кончаем эти фокусы вот чем больше развиты эти обычаи избегания тем четче деление не только на мужскую и женскую половину но и на мужской вход и женский вход на мужскую дорожку и женскую дорожку мне приходилось участвовать в ряде конференций которые проводили наши западноевропейские коллеги иногда эти конференции проходят в старинных замках а они восходят к 12-13 веку помимо хороших построек 18-го или 19-го или хотя бы 17-го века всегда есть дон-жон дон-жон это центральная башня крепости или замка и вот когда неприятель наступает и когда он взял периметр стены когда он уже ворвался во внутренний двор замка защитники замка убегают в дон-жон в высокую мощную башню со стенами которые трудно разбить потому что там таранске набитные негде поставить и продолжают отстреливаться оттуда до последней пули и вот практически каждый замок Европы или каждый второй по крайней мере финальный замок Европы начинался с дон-жона то есть первоначально строился дон-жон и ничего кроме него не было а потом уже он обрастал в более поздние века более продвинутыми постройками но вот когда я слушал знатоков экскурсоводов о том как жили люди которые жили еще в этом дон-жоне в том веке когда он был построен каковы были их отношения с окрестными крестьянами каков был их быт каков был интерьер этого дон-жона тогда в 12 или 13 веке это была Хевсурская башня ничем не отличавшаяся и быт этих ранних феодалов 12 века в Европе тех феодалов которые рванули потом под конец этого века во второй крестовый поход и учиняли всякие безобразия там в Сирии и Палестине а до этого они учиняли безобразие над соседними крестьянами которые еще не были их крепостными крестьянами которых им еще предстояло закрепостить вот их быт был таким же смрадным дымным грязным вольным необузданным обжористым бандитским каким был быт какой-нибудь хевсурской маленькой горной общины скажем в 17 18 веке ну и отчасти еще пережиточно сохранялся даже в начале 20 века та экзотика которую можно было наблюдать во время Кавказской войны Лермонтову или Пушкину когда они попадали на Кавказ Те остатки экзотики в кавычках которые наблюдали российские журналисты во время Чеченской войны это экзотика с точки зрения горожанина 20-21 века но это воскресшая не экзотика а самое что на есть яв и реальность Европы 12 а то и 16 века века века